Библейский портал экзегет.ру представляет Сколько кого было, где кто поселился, как кого звали Ну и как они все прошли, 33-й дает рисунок Надо, конечно, на карте показывать, но вот нет у нас карты А с другой стороны, и хорошо, что ее нет Потому что есть сомнения, где конкретно какие места располагались Вот географическая локация, которая упомянута в тексте Это всегда проблема, потому что не написано же на древних развалинах Как это все называлось Ну, в общем, прочитаем эту главу, понимая, что Это не столько нас интересует с точки зрения географии Сколько может быть краткое резюме их странствий В чем они заключались после исхода из Египта Вот переходы, совершенные сынами Израилевыми После того, как их воинство вышли из Египта Подначало Моисея и Аарона Моисей составил список стоянок, откуда они выступали в поход по указанию Господа Вот их переходы из стоянки В первый месяц, пятнадцатый день первого месяца, сыны Израилевы покинули Рамсес Они отправились в путь на следующий день после Пасхи Смело, ничего не опасаясь, на глазах у всех египтян А египтяне хоронили своих первенцев, которых убил Господь Покарал Господь богов Египта Вот история исхода Покинув Рамсес, сыны Израилевы остановились в Суккоте Покинув Суккот, они остановились в Итаме на краю пустыни Покинув Итам, они повернули назад к Пи-Хахироту, что близ Баал-Цифон и остановились возле Мегдола Вот все это определенные географические пункты Покинув Пи-Хахирот, они перешли через море и оказались в пустыне Это тот самый знаменитый переход через море Три дня они шли по пустыне Итам и остановились в море Покинув мору, они пришли в Элим В Элиме было 12 источников и 70 финиковых пальм Там они сделали остановку Ну да, такое прекрасное место, где можно и воды напиться, и финиками угоститься Потом, конечно, христианская экзегеза будет символически видеть в этом апостолов 12 и 70 Покинув Элим, они остановились у моря Сув Покинув стоянку у моря Сув, они остановились в пустыне Син Покинув пустыню Син, они остановились в Довке Покинув в Довку, они остановились в Алуши Покинув в Алуши, они остановились в Рефидиме Там не было воды для питья. Там не было воды для питья. Покинув Ацион Гевер, они остановились в пустыне Цин в Кадеше. Покинув Кадеше, они остановились у горы Ор, близ границы дома. Вот эти бесконечные странствия, и мы понимаем, насколько действительно длинный путь. По указанию Господа священник Арон зашел на гору Ор и там умер. Это было на 40-й год после ухода сынов Израилевых из Египта, в первый день пятого месяца. 123 года было Арону, когда он умер на горе Ор. Хороший возраст. В ту пору царя Рада Ханаани, правивший в Негиве, в Ханаане узнал о приходе сынов Израилевых. Почему такое замечание? Трудно сказать, возможно, это о первых Ханане, которые узнают о том, что израильтяне пришли. Вот уже весть об этом доходит до Ханаана. Покинув гору Ор, они остановились в Цалмане. Покинув Цалмано, они остановились в Пуноне. Покинув Пунон, они остановились в Увоте. Покинув Увот, они остановились в Егаавариме, в Муаве. Покинув Иим, они остановились в Дионгаде. Покинув Дионгад, они остановились в Алмон-Девлатаеме. Покинув Алмон-Девлатаем, они остановились у гор Аварим, близ Нево. Покинув гору Аварим, они остановились на Муавской равнине, у Иордана, напротив Иерихона. Остановившись у Иордана, они расположились на Муавской равнине от Бета-Ишемота до Авел-Шеттима. Продолжается их путешествие. Все с этим, наверное, понятно. Там, на Муавской равнине у Иордана, напротив Иерихона, Господь сказал Моисею. Скажи, сынам, Израилю, когда вы перейдете на тот берег Иордана, в Ханаан, то отберите земли у прежних обитателей этой страны, уничтожьте все их барельефы, и все статуи уничтожьте, разручьте все их святилища. Ну, с этим можно согласиться очень легко. Это языческие предметы. Казалось бы, произведение культуры сегодня, они стоят в главных музеях мира, но тогда это были языческие культы, с которыми они должны были решительно расстаться. Отберите у них эту землю и поселитесь на ней, ибо я отдаю ее вам во владение. Разделите землю по жребию между родами. Многочисленным родам дайте большие наделы, малочисленным – малые наделы. Кому какая земля выпадет по жребию, ею он и будет плодеть. Распределите наделы между племенами. Но если вы не отберете землю у жителей этой страны, то те, кого вы оставите, будут у вас что колючка в глазу, что шиба в боку. Они не дадут вам покоя на земле, на которой вы будете жить. Обратите внимание, что здесь просто сказано – отберите землю. То есть здесь Господь не подразумевает тотального уничтожения. Может быть, ну, мне, по крайней мере, хочется так думать, что это тотальное уничтожение, оно скорее уже сами израильтяне его приписали Божьему повелению. А здесь очень четко сказано, что вот язычники не должны жить вместе с вами. Тогда все, что сейчас я собираюсь сделать с ними, я сделаю с вами. Это можно увидеть как призыв изгнать их из этой земли, да, но не обязательно физически полностью уничтожить. Вот я пытаюсь, конечно, найти какие-то толкования, которые лично мне нравятся, наверное, не только мне. И я понимаю, что есть и другие места в пяти книжах, особенно в книге Иисуса Новина, но, по крайней мере, и такое место есть. То есть тоже, наверное, были разные понимания, как именно Господь приказал поступить с этой землей. Но все тексты сходятся в том, что эту землю израильтяне должны отвоевать и взять себя. А кто конкретно, где конкретно будет проходить граница, которую они своей земле очертят? Заодно и кто где будет жить. Уже там было распределение предыдущей главе племена Гада и Рувима. Ну вот об этом 34 глава подробно.